Здравствуйте! В этом видео рассмотрим испанские монеты регулярного выпуска достоинством в 5, 25 и 50 песет, чеканившиеся в период с 1958 по 1975 годы. Итак, в 1958 году в Испании в оборот вышли монеты достоинством в 5, 25 и 50 песет, чеканенные Королевским монетным двором в Мадриде. Монеты от чеканенной из медно-никелевого сплава, 75% меди, 25% никеля, имеют круглую форму, монетные соотношения сторон, буртики и зубчатые ободки на аверсах и реверсах. Монета достоинством в 5 песет имеет рубчатый гурт, а монеты достоинством в 25 и 50 песет гурт с надписью. О надписях на гуртах поговорим немного позже. Поскольку дизайн аверсов данных монет практически одинаков, подробнее рассмотрим его на примере аверса монеты достоинством в 50 песет. В центре поля аверса монет изображен смотрящий вправо профиль Франсиско Франко, каудильо Испании. Круговая легенда, надпись с заглавными буквами на испанском языке с сокращениями. Франсиско Франко, каудильо Испании, милостью Божьей. Напомню, что слово каудильо по-испански означает предводитель или вождь. И данное слово являлось официальным титулом диктатора испанского государства генералиссимуса Франсиско Франко, пришедшего к власти в результате военного переворота и установившего в Испании авторитарный националистический режим. В нижней части аверса монеты указан год 1957 с точками по сторонам. О значении данного года на испанских монетах мы с вами уже говорили в одном из предыдущих видео. Ссылка будет в подсказке. Но, тем не менее, напомню, что данный год является годом утверждения монеты. Монета достоинства в 5 песет выпускалась каждый год с 1958 по 1975 тиражами от 13 миллионов до 139 миллионов 47 тысяч штук. А также с 1972 по 1975 в качестве пруф сравнительно небольшими тиражами. Также в 1958 году к Иберо-американской нумизматической выставке в Барселоне данный тип монет выпущен тиражом в 43 тысячи штук. Вместо шестиконечной звездочки на реверсе данные монеты имеют символ, состоящий из латинских букв B и A. Вес монеты данного типа составляет 5,75 грамма и диаметр 23 миллиметра. Монеты достоинством в 25 песет выпускались в 1958, 1959 и 1961 годах, а также с 1964 по 1972 годы. И в 1974 и 1975 годах тиражами от 4 миллионов 733 тысяч до 42 миллионов 200 тысяч штук. А также в 1975 году в качестве пруф сравнительно небольшим тиражом. И в 1973 году тиражом в 78 тысяч штук только для банковских наборов. Также как и монета достоинством в 5 песет, монета достоинством в 25 песет выпущена в 1958 году тиражом в 43 тысячи штук. К Иберо-американской нумизматической выставке в Барселоне. Соответственно, вместо шестиконечной звездочки на реверсе данные монеты также имеют символ, состоящий из латинских букв B и A. Монеты достоинством в 25 песет имеют гурт с надписью на испанском языке «Единое Великое Свободное», то есть девиз с герба «Испании того времени». Вес данной монеты составляет 8,5 граммов, диаметр 26,5 миллиметров. Монеты достоинства в 50 песет выпускались в 1958, 1959, 1960, 1967 и 1971 годах тиражами от 850 тысяч до 28 миллионов штук. А также с 1967 по 1969 и 1972 по 1975 годы довольно небольшими тиражами только для банковских наборов. Так же, как и монеты предыдущих типов, монета достоинством в 50 песет выпущена в 1958 году тиражом в 43 тысячи штук киберо-американской нумизматической выставке в Барселоне. Так же, как и предыдущие типы монет вместо шестиконечной звездочки на реверсе, данные монеты имеют символ, состоящий из латинских букв B и A. Кроме того, монеты данного типа 1958 года выпуска, это которые с шестиконечной звездой, имеют две разновидности. Более распространенная разновидность имеет надпись на гурте на испанском языке «Единая Великая Свободная», то есть такой же, как и на гуртах монет последующих годов. Менее распространенная разновидность данной монеты имеет гурт с надписью на испанском языке «Единая Свободная Великая». Вес монеты данного типа составляет 12,5 граммов, диаметр 30,2 миллиметра. Дизайн реверсов монет достоинством в 5,25 и 50 песет также довольно схож. Рассмотрим его также на примере монеты достоинством в 50 песет. На реверсе монеты в центральной и нижней частях поля расположен довольно стилизованный герб испанского государства. Напомню, что именно так Испания официально именовалась в период правления Франсиско Франко. Об испанском гербе данного периода мы с вами неоднократно говорили в более ранних видео, посвященных испанским монетам. Кому интересна данная тема, ссылки будут в подсказках. В верхней правой части реверса монеты указан номинал цифрами 5,25 или 50 соответственно. Ниже и правее от числа номинала расположено, выполненное заглавными латинскими буквами, обозначение испанской песеты. В левой нижней части реверса монеты возле ободка расположена шестиконечная звезда, символ испанского королевского монетного двора. Внутри звезды указана часть года, соответственно, без 1900. О значении данного года мы также говорили в одном из более ранних видео. Но, тем не менее, напомню, что год указанный в звезде и является, собственно, годом выпуска монеты. Подводя итог, скажу, что рассмотренные нами в данном видео монеты достоинством в 5,25 и 50 песет выпускались вплоть до смерти Франсиско Франко в 1975 году. И, соответственно, дизайн монет данных номиналов не менялся до вступления на престол испанского короля Хуана Карлоса I. Надеюсь, что информация, представленная в данном видео, оказалась для вас интересной и полезной. Просьба писать в комментариях, что в данном видео понравилось, что не понравилось и было ли видео для вас интересным вообще. Изображение монет сделано с монет из собственной коллекции. При подготовке данного видео использованы материалы испаноязычной и русскоязычной Википедии, сайтов youcoin.net и numista.com, а также стандартного каталога мировых монет 20 века Крауза 46-й редакции. На моем канале вы также можете посмотреть видео о других испанских и не только испанских монетах. В комментариях также просьба указывать обзоры на какие монеты вам было бы интересно увидеть. Всем желаю удачи в пополнении коллекции. До новых встреч!